В Приоралье с начала года объединены 250 частных подсобных хозяйств и создано 18 новых сельхозкооперативов. На сегодня их общее число возросло до 105. Укрупнение мелких предприятий привело к резкому росту объемов производства мяса и молока почти вдвое. В чем эффективность создания сельхозкооперативов, узнал наш корреспондент в регионе Алибек Башуленов. Создание сельхозкооперативов сказалось и на активном развитии птицеводства. В регионе за полгода поголовье птицы увеличилось на 36, а производство яиц на 45%. В области уже запущено три птицефабрики, идет строительство еще нескольких. Одна из них в пригородном поселке имени Махамбетова. В строительство фермы кооператив инвестировал 65 миллионов тенге. На 28 миллионов тенге субсидированного кредита мы закупили 10 тысяч породистых голландских кур. Всего проект рассчитан на 545 миллионов тенге. Спрос на продукцию высокий. Ежедневно на рынке города и области отправляется 7-8 тысяч свежих яиц. Большая часть сельхозкооперативов области занимается животноводством. Эффективность очевидна. В новых кооперативах нашли работу около полутора тысяч сельчан. В сравнении с таким же периодом прошлого года удой молока увеличился на 7, а производство мяса на 14%. Специалисты уверены, что возможности программы СБАГА дадут новый виток развитию кооперации. Для развития животноводства по программе СБАГА предусмотрены льготные средства для якорных кооперативов. К примеру, для приобретения 50 голов маточного поголовья скота предусмотрены кредиты на 15 лет по 4%. Также за каждый литр молока субсидируется 10 тенге. За каждый килограмм мяса в живом весе по 200 тенге. Сегодня под крылом 105 кооперативов объединилось около 2500 частных подсобных хозяйств. Здесь действует 801 семейная откорм-площадка и 385 мини-молочных товарных ферм. Системные меры позволили увеличить долю сельского хозяйства в структуре валового регионального продукта с 2,5 до почти 4%. А объем инвестиций в отрасль за последние 5 лет вырос в 23 раза. Алибек Большуленов, Альхайдар Турлыханов, Казаларинская область, Хабар, 24.